Мега-мужики, победители, Люда, братья Бури, боевой тролль и имперец. Это не герои фантастического фильма, а название студенческих команд. Спустя несколько дней после «Что, где, когда» они вновь встретились в актовом зале, чтобы побороться за победу в интеллектуальной игре «Росквиз». Турнир посвятили Дню Защитника Отечества. И хотя большая часть участников были представителями сильной половины человечества, в борьбу за главный приз вступила одна женская команда. Решение было абсолютно спонтанным. Просто с девочкой мы видели новость, которую распространили в группе ВКонтакте. И подумали, почему бы нет, вечер свободен. Команду решили назвать Люда в честь самих же участниц. Просто сложили первые буквы имен Лена, Юля, Даша, Альбина. Глобальных целей не ставили, так как это их первый опыт участия в интеллектуальном турнире. К тому же просто соскучились по живому общению за время ограничений. Альбина Нестерва отметила, что главное – это позитивные эмоции. Просто повеселиться. Не знаю, победа – это всегда как-то завышенные ожидания. Просто хорошее настроение. Перед тем, как пойти, решили, что погуглим, что такое квиз. Ага, викторина. Ну, что-то более-менее понятное. Хотя турнир посвятили Дню Защитника Отечества, участвовать могли все желающие. Их оказалось так много, что регистрацию вскоре закрыли, так как еще действуют ограничения по количеству участников на мероприятиях. Так что кто успел, тот и стал участником. Скажу, наверное, такую фразу, которая без вас не было бы нас. Поэтому, естественно, девушки обязательно должны присутствовать на любом мужском мероприятии. Росквиз – это командные соревнования на логику, сообразительность и смекалку. Но много вопросов было и на знании исторических фактов об известных полководцах современной российской армии, военной технике. Из скольких флотов состоит военно-морской флот России? В игре было пять раундов. Разминка для мозгов, верю-не верю, железная логика, чистобол и русская рулетка. Студентам пришлось вспоминать, как военнослужащие отдают воинское приветствие, как раньше назывался Калининград и когда Смоленск получил звание города-героя. По итогам игры самые эрудированные получили призы и подарки. Дипломы, призы и в этом году даже предусмотрен сладкий приз. Все-таки подкрепиться, да, тем более на улице такой мороз, надо иметь силу и энергию и где бы ее не получить, как в хорошей еде, вкусной. После почти двухчасового интеллектуального сражения победила команда, в названии которой сконцентрирована вся сила и мощь защитников Отечества. Мега-мужики. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.